Лесной протест. В Черновицкой области на пикет вышли жители нескольких сел. Митингующие уверяют, что уже несколько лет ведут борьбу с незаконной вырубкой леса. А напилили здесь уже на сотни тысяч гривен. Как на такие заявления реагируют сами лесники? Видела Ольга Поломарюк. Степан Татарин показывает лес, где еще недавно собирал грибы. Правда, сейчас этот участок лесом назвать сложно. Остались сплошные пни. Парень рассказывает, дубы и буки пилят местные лесники. Прикрываются тем, что проводят санитарную чистку. За несколько метров от участка обнаруживаем склад. 10% где законно, а остальные все леваки и так далее. Они говорили, что идут на дрова на школы, на детские садки. Но это явно не дрова. Местные жители рассказывают, о незаконных вырубках неоднократно сообщали правоохранительные органы. Но до сих пор на все их заявления не получили никакого ответа. Сегодня решили действовать жестче. Перекрыли дорогу. Сейчас заклимировали полностью весь Молодняк. Сплошно. Народ взмутился. В Кирисах воды нет. Дорога разбитая. Лес уничтоженный. Что мы лежим сегодняшним днем? Мужчины ходят по пешеходному переходу. За все молча наблюдают лесники. Журналистам говорят, рубки законные. Пиляете дубы? Если они в рубку подлегают, рубаем, конечно. А мудрые? Так же. В прошлом году было проверок 15. Переверяли все службы. Забрали всех в один день. Никакого порушения не выявлено. В чем вопрос? Услышав оправдание директора лесхоза, местные взбунтовались. Я вам скажу, в данной зоне категорично заборонено рубашу. Категорично. Это вы так думаете? Категорично. Потому что нет, никакого дозвола нет. Активисты уверены, все разрешительные документы или подделка, или выданы за взятки. Рубок здесь быть не должно. Ведь эта территория – часть рекреационной зоны. В конце концов, селяне разблокировали дорогу, но поставили условия. Требует, чтобы в ситуацию вмешались депутаты райсовета. А если и тогда ничего не изменится, обещают заблокировать все въезды в лес шлагбаумами. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности – телеканал Интер. Черновицкая область.